Продолжение следует... Мы были в положении, когда все были готовы подписать контракт. Мы предлагали ему ту же Пепперю структуру, которая используется для Энтони Джошуа, Карла Фронча и ту же, на которую согласился Кэл Брук. К сожалению, они, Юбинги, сделали эту сделку невозможной. Были определенные вещи, которые были просто неприемлемы. У них был крайний срок и они решили не принимать этот бой. С точки зрения Пепперю здесь все очень просто. Бойцы получают доход от шоу. После того, как Геннадий Головник получит свою сумму, все остальные деньги идут тебе, а я беру свой процент с твоего дохода. Точно так же происходит с Энтони Джошуа. Точно так же будет и с Кэллом Бруком. Проблема в том, что Крис Юбинг хотел полный операционный контроль относительно этого шоу. Он хотел сам выбрать цены на билет. Он хотел сам подобрать андергард и гонорары боксеров андергарда. Он даже говорил об охране и отелях. Зачем? Это наша работа. Мы занимаемся этим 30 лет. Я не собираюсь давать бывшему боксеру и действующему боксеру операционный контроль над шоу, который можно запороть ужасным образом. Перед ним большое будущее, но ему нужно понять, как работает этот бизнес. Они не промоутеры, они просто не понимают, что они делают. Я сказал им об этом, что Джошуа и Фронч работают по той же схеме. Вы получаете свои деньги в любом случае, но промоутеры мы. Это наш бренд, который мы создавали 30 лет. Я дал им время до 5 вечера. Это было в четверг. Они не перезвонили. И я позвонил Кэллу Бруку. За 3 недели я стер себе яйца в порошок, чтобы сделать этот бой. Юбинги хотели, чтобы билеты на этот бой стоили почти 2 раза больше, чем на боях Джошуа. Вы представляете, если бы мы сделали такое? Условие, которое подходит Джошуа, Фрончу и Бруку оказалось неприемлемым для юбингов. Я уже сказал им, я дам вам кучу денег, но позвольте мне делать мою работу. Ни один боксер, бывший или действующий, не будет диктовать мне, какие цены на билет я должен устанавливать, или какие боксеры будут драться в андеркарде. Мы используем очень простую схему, и эта схема очень выгодна боксеру. Абсолютно понятно, что в этом поединке Бруку не светит ничего. Даже наоборот, вместо одной дежурной бригады скорой помощи нужно вызвать сразу две, потому что последствия для Кэлла могут быть очень тяжелыми. Ладно, не удалось договориться с юбингом, но неужели во всем среднем весе не нашлось ни одного другого, более-менее солидного боксера, который не побоится выйти в ринг с Геннадием? Есть свободные, солидные средневесы. Дэниел, Джейкобс, Энди Ли. Это прямая работа менеджеров команды Головкина. В конце концов, Головкина будет еще более упрекать в том, что он набивает себе рекорд, избивая малышей, трусов и откровенно второстепенных боксеров. И все бы ничего, если бы у него впереди в декабре или январе маячил действительно большой бой. Но ведь и этого нет. Геннадий Головкин может и должен быть на вершине списка рейтинга Pound for Pound. Потенциально после ухода Майвезера и Пакия он обязан быть там. Но выбирая Уэйда и Брука, этого не будет. Никогда.